В Краснодарском крае на сегодняшний день с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировано 217 человек. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства остаются около 2000 человек. О ситуации, складывающейся в Славянском районе, в интервью нашей съемочной группе рассказала заведующая инфекционным отделением Славянской ЦРБ Галина Чупрова. Разработан алгоритм введения людей, которые приехали из-за границы. Они должны позвонить в поликлинику, к которой они прикреплены. То есть выходить никуда не надо. Из дома они звонят на поликлинику, говорят о том, что они приехали, уточняют из какой страны они приехали. И к ним на дом выходит медработник. Медработник выходит с целью осмотра и забора анализов. У всех людей, которые приехали из-за границы, они наблюдаются 14 дней. Больничная им тоже выписывается, как по карантину. И они обследуются. Схемы обследования разные. Если у пациента нет признаков заболевания, а он приехал из-за границы, на 10-й день берутся анализы. Если у него есть признаки ОРВИ, значит он обследуется первые, третьи, десятые сутки. Какие профилактические меры существуют? Во-первых, ограничить выход из дома по возможности. Не посещать общественные заведения. Но если вы вынуждены туда пойти, значит, во-первых, можно воспользоваться маской. Во-вторых, обязательно, когда вы придете домой, обработать руки. Можно обработать носовые ходы. Можно закапать интерферон-альфа, назальный такой препарат, который является профилактическим средством от коронавирусной инфекции. Больных с коронавирусной инфекцией у нас еще не было. Надеемся, что не будет. У нас был один подозрительный больной, который приехал из Китая с признаками ОРВИ. Вот он у нас тут находился в нашем отделении. Мы его обследовали, наблюдали за ним, но диагноз не подтвердился. Существует несколько нормативных документов, по которым, значит, у нас будет развертываться госпиталь. При возникновении этой ситуации, если будет больной, значит, разработан оперативный план. На который будет переходить работа всей больницы, то есть будет развернута госпитальная база на нашем отделении инфекционном. Будет организован провизор и изолятор. Они укомплектованы штатами, укомплектованы костюмами специальными, противочумными костюмами первого типа, средствами индивидуальной защиты. У нас создан неснижаемый резервный запас по медикаментам. У нас есть закупленные медикаменты специфические, которые нужны для лечения этой коронавирусной инфекции. Больница сейчас переведена на усиленный противоэпидемический режим карантин. Значит, что это подразумевается? То есть посещение больных запрещено. Расставлены посты перед входом в каждое отделение, которые контролируют, кто приходит, кто уходит. Масочный режим организован. То есть лица, которым нужно войти в больничное помещение, необходимы обязательно надевание маски, халаты и бахил. Продолжение следует... Продолжение следует...